Из ЗАГСа не за праздничный стол, а в соседнюю республику. Новоиспеченная семья Семенниковых и не предполагала, что в день своей свадьбы попадет на фестиваль этнических культур. Несмотря на все соседское гостеприимство, молодые места жительства менять не собираются. Ну как, дома, просто дома и все. В принципе, нормально. Дома намного легче, чем где-то сдалеку от дома. На территории Ростовской области проживает более 150 национальностей и народностей. Это единственный регион, который может собрать на одной площади такое количество народов, культур, национальных блюд и ремесел. Ближайший сосед – Калмыкия. В Чуме, кроме предметов быта, кочевого народа, есть место и детским забавам. Казаки и калмыки знают в этом толк. Вот это сюда вставляется вот так вот, а потом в этом вот так продевается. Это такая детская игра у нас получается. Дети играют у нас, в школах играют, в национальных классах. Ну, у нас наподобие есть, только чуть-чуть по-другому. Юго-восточная зона Ростовской области известна не только своей гостеприимностью. Как и во многих регионах, здесь случаются конфликты среди местного населения. В большинстве случаев на бытовой почве. Уже за круглым столом представители власти и национальных диаспор обсуждают тему межэтнических отношений. И на федеральном уровне очень много внимания уделяется межнациональным отношениям. Отработана программа до 2025 года. Поэтому, конечно, и мы в Ростовской области будем искать какие-то дополнительные шаги, которые бы позволили улучшить межнациональные отношения. Вопросы объединения национальностей решаются не только за столом переговоров, но и на сцене. 30 творческих коллективов, представители 8 национальностей, знакомятся со своим этническим колоритом с помощью песен и плясок. Сергей Мирошниченко, Андрей Токарев. Главные новости.